Мы пригласили гостя, которые вроде бы не нуждаются в деньгах и в специальном представлении. Это депутат Одесского горсовета Дмитрий Палпатин, один из богатейших, официально богатейших людей Одесской области, помощник мецената и политика Дмитрия Голубова. Добрый вечер, Дмитрий. Спасибо, что нашли время к нам прибыть. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили в эфир. Вот мы как раз увидели репортаж. Весь замысел был в том, чтобы совместить мысли человека, который действительно многого не может себе позволить и сопереживает таким же людям, как она. Потому что Рея Николаевна, мы знаем ее уже очень давно, она действительно порядочнейшей души человека. Одна из чистейших, судя по всему, одесситок, которая является символом Одессы, занимается йогой, ветеран Великой Отечественной. И при этом понятно, что, конечно, государство, к сожалению, не заботится о таких людях. Но мы как раз сейчас хотим спросить у вас, как себя чувствуют богатые люди в Украине? И созданы ли в Украине условия для нормальной работы крупного бизнеса или не только крупного и среднего бизнеса? Я могу сказать некоторые вещи, что и богатые люди, и олигархи, и бизнесмены крупные тоже переживают, потому что они не понимают, что произошло с Украиной. Произошел шок. Пришли люди к власти, которые не имеют ни образования профильного, не разбираются в экономике, которые некоторые даже дипломов не имеют. И мне вот помнится предсказание одесского старца Ионы с мужского монастыря, что будет сначала кровавая Пасха, потом будет голодная Пасха, а потом будет победная Пасха. И я вам хочу сказать, что эпоха бедности не закончилась, она только началась, потому что люди, которые пришли к власти, которые управляют этим огромным организмом, они должны знать абсолютно, как все детали работают в этом организме, будь то правоохранительные системы, будь то образование. Потому что если мы не будем правильно образовывать наших детей, студентов, то мы не будем получать новых квалифицированных специалистов, которых никто не захочет принимать у нас тут на работе, за границей. И наш народ будет использоваться как дешевая рабочая сила, которая будет уезжать за границу, собирать там клубнику, еще чем-то заниматься, и будет отток населения. И в чужой стране эти люди чужие, и в своей стране они получаются тоже чужие. А сюда они даже денег не будут пересылать, потому что нечего пересылать. Тут не на чем зарабатывать. Самая основная проблема нашей экономики, это что нет новых рабочих мест. Украинский народ, он действительно один из самых трудолюбивых в мире. У нас аграрная держава, которая действительно может поднять всю Европу и накормить. Потому что, к примеру, Египет, там Дельта Нила есть, и маленький участок этой дельты кормит всю Азию Среднюю, всю Европу. И оттуда везутся все помидоры, мандарины и все остальное. Так вопрос, почему наша громадная страна не может это все сделать? И ответ есть, потому что уже еще раньше, еще на протяжении лет 7 назад сюда под замаскированные инвесторы приезжали и по чуть-чуть скупали всю земельку для того, чтобы задешево продавать все. Они понабирали свой рабочий персонал квалифицированный, наши сотрудники им не нужны были, потому что их никто здесь не обучивал правильно. Как пользоваться новыми методами экономики, работать не интенсивным методом, а экстенсивным. Это внедрять новые технологии, новые удобрения, еще какие-то новые вещи, которые позволят эффективно… Более эффективное сельскохозяйство довести. Да. А и так в итоге просто заграничные корпорации повыкупали всю землю, понастраивали элеваторов, и такой замкнутый цикл происходит, когда незаметно подъезжают фуры, загружают это все зерно, и оно незаметно куда-то исчезает за границу. Кораблям увозится. И не то, что у нас хлеба нет. Мы цены на хлебыш видели, но это неадекватная цена для хлеба. Действительно. В той стране, которая это произойдет. И другие продукты мы вообще закупаем за границу. Но это бред полный. И этот бред будет дальше продолжаться, потому что к власти пришли, как сказать, специалисты не своего дела. Должны приходить специалисты экономики, специалисты в политике, в международных отношениях, знающие международное право. А так собрали этих людей, которые были под боком у местных олигархов. Это их фотографов, их агитаторов, их секретарей, массажистов, еще кого-то, и все. И они пошли в Верховную Раду и не знают, что там делать. Каждый получает указания. Там в день приходят 2-3 смс-ки. Сделай это, это. Зачем? Никто не объясняет. Так сказали. И они хотят таким методом, без того, чтобы депутат думал, потому что его избирали люди. Это примерно 300 тысяч человек. За них он в ответе. За этих 300 тысяч человек. Люди оказали ему доверие. И человек должен не только заниматься тем, что ходить на какие-то эфиры, делать себе селфи, и выставлять это все в интернет. Не заниматься популизмом, а молча сидеть, изучать материалы, лоббировать интересы граждан. И в первую очередь поднимать экономику, делать так, чтобы этим 300 тысячам людям жилось эффективнее. И эта эффективность показывалась в цифрах. В их зарплатах, в их платежках за отопление, которые сейчас вот... Ну, пока что, судя по всему, вроде бы все наоборот. У вас, у нас несколько минут еще есть эфира. Вы же общаетесь с товарищами бизнесменами. Вы сам успешный человек. И я еще раз повторю, ну, не бедный. И мы не ждем, что вы будете жаловаться на свою судьбу. Но вот как ваши коллеги-бизнесмены оценивают инициативы власти налоговые? Потому что изначально Зеленский вроде бы приходил под лозунгами «Давайте мы сделаем самую понятную, прозрачную и щадящую налоговую систему в Европе». Во что это превратилось сейчас? Что говорят ваши друзья и коллеги-бизнесмены? Действительно ли появился повод выходить из тени и переходить на белую экономику? Это тоже все популистские высказывания, потому что заграничные инвестора мне приходилось общаться со многими людьми, будь то шейхи с Арабских Эмиратов, будь то представители ЕБРР, французские бизнесмены, владельцы многих банков. И все хотят нам помочь, хотят нам сюда перечислить большие суммы денег для нашего развития, для поднятия экономики и налаживания международных отношений. Ведь в этом заключается вход в Евросоюз, когда деньги из Евросоюза поступают сюда, аккумулируются здесь и инвестора заинтересованы, чтобы эта страна… Найти точки роста здесь, в которой она росла, развивалась, и деньги дальше распылялись у нас в карманах. И почему это не работает сейчас? Доверия нет. Главное в любом бизнесе – это доверие. То есть люди не уверены, что они привезут большую сумму денег, оставят здесь, через пять лет вернутся и получат свой процент. Они прекрасно понимают, что раздав на контроль каким-то там фотографам, парикмахерам, другим политикам, которые даже не знают закона администрационной деятельности, которые не знают международного права, которые не знают налогового права, которые таможенного права не знают, ничего, даже не знают, куда корабль должен заходить, где он растамаживаться и так далее. И как? Как вести бизнес-то так? Ответ – никак. И в этом смысле пока ничего не поменялось за последний год? Нету доверия к нам. Деньги хотят в нашу страну, она геополитически, ресурсов у нее много. Действительно много всего того, который европейский бизнесмен хочет здесь бизнесом заниматься. Но у него нет уверенности в судебной власти, когда не выпишут ненужное решение суда и не придут 20-30 патриотов нашей страны и не заберут у него этот бизнес. Спасибо. Дмитрий Палпатин, депутат Одесского городского совета и помощник мецената Дмитрия Голубова помогал нам разобраться, как же живется состоятельным людям в Украине и почему инвесторы с такой опаской и с таким трудом, с таким недоверием сегодня относятся к нашей стране.